На территории Зарайска продолжаются встречи представителей власти с населением городского округа. На этот раз Виктор Петрущенко вместе с заместителем председателя Московской областной думы Никитой Чаплиным, заместителями главы и руководителями структурных подразделений пообщались с жителями деревни Протекина. Встреча значительно отличалась от всех, которые проходят в округе. На протяжении всего общения от людей звучали слова благодарности в адрес главы, депутата Московской областной думы и губернатора Московской области за построенный храм, ремонт клуба, приобретенные тренажеры, костюмы для дома культуры, новую мебель для детского сада, тротуар, который уже начал строиться для удобства передвижения сельчан. В следующем году на территории населенного пункта установят многофункциональную хоккейную площадку с раздевалками и трибунами, которая в летний период будет использоваться для занятий футболом и волейболом. Но даже при такой активной помощи жители по-прежнему волнуют тему благоустройства территорий, капитального ремонта многоквартирных домов и вопросы, касающиеся здравоохранения, которые чаще всего носят частный характер. Главный врач больницы Николай Макаров рассказал о ситуации в Зарайской ЦРБ, о подарке губернатора Московской области в Зарайским жителям и предстоящем поступлении аппарата магнитно-резонансной терапии, оснащении больниц новым медицинским оборудованием на сумму 130 миллионов рублей и о начавших работу специалистах по различным направлениям. Вопрос вывоза мусора с контейнерных площадок, который особенно волнует зарайцев, находится на постоянном контроле органов власти. Им сегодня действительно достается по полной, и это несмотря на то, что полномочия по вывозу мусора переданы региональному оператору. Представителям администрации приходится выслушать вполне обоснованные требования людей, которые платят за вывоз твердых коммунальных отходов гораздо больше, чем до введения реформы, а вот результат ее просто начал вызывать возмущение. Стоит отметить, что это не первая встреча с протекинцами в этом году. Большинство вопросов, которые поднимались на встречи, прошедшие в мае, решены, а обещания выполнены. Сельчане умело этим воспользовались и поставили новые задачи перед органами власти. Автобус в Мендюкинскую школу, ремонт фасада детского сада, площадка для занятий воркаутом. Все просьбы услышаны, и работу по их выполнению постараются начать в ближайшее время. Валерий Маркович, Герман Беляев, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.